Уважаемые коллеги, добрый день. Первым вопросом повестки дня обсудим перспективы разработки и серийного производства высокоточного оружия большой дальности и других современных ударных средств. Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов. Неважно, чтобы таким современным, высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот. Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, калибр, баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбой различных калибров. По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными просто. В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях в ходе операции против террористов в Сирии. В ближайшие годы важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учёбы и подготовки. Хотел бы сегодня услышать от вас, уважаемые коллеги, какие организационные и экономические решения позволят решить эту задачу наиболее эффективным способом, насколько готовы и предприятия оборонно-промышленного комплекса к серийному выпуску самых новейших образцов оружия. Второй вопрос – это развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Отмечу, что её слаженная работа, высокая готовность авиапарка во многом определяют мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния. Для нашей страны, с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это имеет особое значение. Для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций. Очевидно, что нашим вооружённым силам нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолётов и тяжёлых вертолётов. В этой области есть определённые успехи и хорошие заделы. Так, с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Завершаются государственные испытания лёгкого транспортника Ил-119В. В текущем году запланирована поставка двух таких самолётов. Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолётов Ил-76МД-90А. Вместе с тем, по представленным данным, Министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолётов и вертолётов. Давайте сегодня обсудим, как эффективно решить эту задачу. Определим меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации.